приветствую вас мои дорогие любители вкусного и интересного сегодня как видите продуктов никаких передо мной нет поэтому будет разговорная тема и поговорить хочу я с вами о том о чем очень многие мои подписчики зрители спрашивают меня на что обращать внимание при выборе автоклава что вообще такое за оборудование автоклав зачем оно нужно если кто-то впервые на моем канале постоянные зрители то я более чем уверен что в курсе и знают что такое автоклав зачем он нужен автоклав нужен для того чтобы делать не только вкусные но и безопасные домашние консервы автоклав это оборудование которое помогает при высокой температуре выше 100 градусов стандартные значения обычно от 113 до 120 градус обеспечить безопасность за счет высокотемпературного прогрева убивается вся патогенная микрофлора который может оставаться в банках наших консервов все же любят вкусные классные мясные консервы и вот именно автоклав автоклав помогает нам приготовить и сделать их безопасно многие практикуют опыты с приготовлением мясных консервов в духовке в кастрюле с водой ну это уже выбор каждого человека я никому никогда не могу посоветовать такого способа ведь даже игроки в русскую рулетку 5 из 6 могут заявить что эта игра абсолютно безопасная ну а мы же не можем шутить не со своим здоровьем не со здоровьем своих близких друзей и товарищей поэтому автоклав это правильная вещь автоклав это нужная вещь особенно если у вас в хозяйстве достаточно много животных будь то свиньи коровы и куры утки гуси или вы просто любите делать хорошие запасы для себя и своей семьи покупая мясо рыбу овощи у проверенных поставщиков перейдем главным вопросом как же выбрать автоклав для дома самодельные варианты автоклавов я сразу не хочу рассматривать и обращать на них внимание по той простой причине что кто делает сам автоклав он за него отвечает и он должен понимать что к чему и как мы же говорим с вами о покупных автоклавах я уже вам сказал что автоклав требует прогрева при достаточно высокой температуре 110 115 120 градусов и при этом создается давление давление создается с той целью чтобы продукты находящиеся внутри банки не закипали чтобы был прогрев без кипения как такового а для этого необходимо что чтобы автоклав был сделан из качественного и прочного металла поэтому обращайте внимание на толщину стенок с моей точки зрения минимально возможная толщина стенок это полтора миллиметра оптимальная 2 миллиметра и более ну более в бытовых автоклавов практически уже не встречается в том случае если это не автоклав сделанной из газового баллона это пожалуй первые самые такие распространенные одно время очень очень популярные автоклавы которые делаются в белоруссии насколько помню по моему новогаз их делает и они реально сделаны из газового баллона и там вот углеродистая сталь не нержавейка и достаточно толстые стенки соответственно мы приходим к следующему моменту какого металла должен быть сделан автоклав я считаю что лучше отдавать конечно же предпочтение автоклав из нержавеющей стали минимум полтора миллиметра лучше два миллиметра толщиной автоклавы из-за углеродистой стали более тяжелые более массивные именно поэтому они у многих вызывают гораздо большего доверия этот металл подвержен коррозии в отличие от нержавейки и в результате использования не зря эти автоклавы изнутри обрабатываются краской но краска из опыта моего давнего опыта опыта многих моих знакомых она не долговечна и она достаточно быстро начинает при интенсивном использовании сходить с поверхности внутренней автоклава соответственно идет ржавчина ржавчина садится на банке вся вода в ржавчине залазить мыть неудобно я такой выбор не советую делать но у этих автоклавов есть одно неоспоримое преимущество колоссальное преимущество перед многими другими автоклавами и мы поговорим о нем как чуть позднее и кстати совет на будущее после того как вы приобретете автоклав не успокаивайтесь на это очень важно уделять внимание качественным крышкам далеко не все крышки будь то крышки твистов или классическая крышка с кого пригодны для автоклава в них используются разные резинки разная толщина металла разное покрытие поэтому всегда выбирайте крышки которые пригодны для стерилизации и выдерживают температуру 120 градусов так как большинство крышек продающихся в обычных хозяйственных магазинах пригодны для по факту пастеризации там нет никогда нагрева более 100 градусов когда мы делаем маринованные огурцы маринованные помидоры и прочие компоты с вареньями поэтому там это избыточная надежность не нужна а при использовании автоклава она категорически необходима следующий критерий который стоит обращать внимание есть автоклава кассетного типа в которых используется кассета есть же автоклава которые не используют кассеты обычно это связано с величиной горловины бака и куда неудобно загружать кассету для чего нужна кассета в момент нагрева давление внутри банок нарастает быстрее чем соответственно снаружи банок и крышки могут выдавливаться эта проблема существует у крышек и с кого классическая крышка под закрутку чтобы крышку не срывала в момент стерилизации в момент нагрева необходимо либо плотно-плотно затянуть ее кассетой есть специальные накладки либо просто кассеты вот но использовать накладки на каждую банку я вам не советую выбирать такие модели по какой причине вот представьте вы делаете там 10-15 банк и каждую баночку вам надо надеть вот это кольцо затянуть это кольцо составить банки до в кассете просто вы составили кассету затянули там 46 гаек все переходит либо к следующей кассете либо просто загружать в автоклав есть же автоклавы которые не используют кассету но в таких автоклавах решается проблема другим способом там необходимо накачать давление то есть пред накачать давлением поэтому дополнительно к этому автоклаву вам потребуется насос нужно будет уделять внимание и постоянно контролировать насколько хорошо держит ниппель и соответственно перед каждым запуском накачивать давление в автоклав накачали давление после запустили соответственно вот это вот спасет вас от сорванных крышек но это все распространяется по факту на крышке ска с крышками twist of гораздо проще и легче работать потому что крышка сама по себе работает как клапан то есть крышка twist of это вот закручивающая крышка некоторых почему-то называют евро крышки не знаю откуда это пошло она крышка работает как клапан и лишнее давление в момент нагрева стравливает важным фактором безопасности а как ни крути автоклав это оборудование повышенной опасности если не верить мне что автоклав это очень опасная штука просто вот вы же зашли на youtube в в бете взорвавшийся автоклав и увидите очень очень немало роликов где реально автоклавы взрывались поэтому к безопасности и работе с автоклавами надо подходить всецелой ответственностью и это очень и очень важно помимо толщины и качества металла важным элементом безопасности является предохранительный клапан то есть не во всех не знаю почему но не во всех автоклавах есть вот эти вот клапаны безопасности которые стравливают давление в том случае если вы проморгали нагрев что-то пошло не так и в автоклаве создается избыточное давление то есть по факту у вас стоит такая бомба на плите которую если вы не контролируете может разнести всю кухню или все помещение в хлам но и вам никогда нельзя терять бдительность когда вы работаете с автоклавами следующим очень важным моментом является источник нагрева тех поклад необходимо нагревать какие источники нагрева возможно это открытый огонь то есть не все автоклавы можно ставить на открытый огонь из-за особенностей дна и их конструкция есть же автоклавы которые можно ставить только на открытый огонь как раз ярким представителем такого класса является классический белорусский автоклав который делается из газового баллона его можно ставить только на открытый огонь это либо газовая плита ну либо какая-то там плита которая топится дровами хотя я знаю людей кто до делают автоклав ставят на дрова но контроль температуры давления на дровах то еще развлечения поэтому я бы никогда не рекомендовал никому работать на дровах соответственно какие еще могут быть способы нагрева это индукционная плитка стеклокерамические плиты электрические плиты здесь нужно смотреть есть автоклава который подходит для всех типов поверхностей нагревательных есть автоклава который там подходит например под газ подходит легко и непринужденно под индукцию для них нужны специальные прокладки проставки какие-то кольца там сетки покупать нужно дополнительно то есть возможно это не станет большой проблемой но это станет дополнительными тратами перевесит в чью-то сторону ваше мнение при выборе такого автоклава то есть нужно ли какие-то дополнительные устройства использовать чтобы просто спокойно работать если выбираете автоклав который будет у вас либо на плите либо на каких-то плитках сразу просчитайте ширину автоклава и представьте как он сможет расположиться на вашей плите в идеале конечно же комфорка должна находиться под центром автоклава сейчас очень много плит идут газовых особенно плит с разными решетками резными решетками и далеко не на каждую такую плиту можно установить будет автоклав он займет у вас две-три комфорки и соответственно тогда вам придется учитывать тот фактор плитой на протяжении многих часов вы просто не сможете пользоваться а это тоже не всегда и не очень удобно учитывайте фактор размера автоклава и вашей конкретной нагревательной системы которую вы будете использовать очень хороша нагревательной системы с помощью хорошей профессиональной индукционной плитки с шагом в 100 единиц в 100 ватт те плитки которые используют господа самогонщики да вот эти плитки хорошо очень подходит для большинства автоклав но опять же не для всех и самый хороший с моей точки зрения не самый дешевый но самый удобный вариант это конечно же использование электрического нагрева с помощью тена вы не занимаете не плиту не какое-то место там на кухне в этот автоклав можете перевозить в любое место где у вас есть источник электричества доходят генератора я знаю у меня там друзья одни ездят на рыбалку берут с собой электрический автоклав они от генератора его запускают и нормально там по месту делают тушенку то есть электрический тен дает стабильный хороший качественный нагрев но стоит определенных денег но тут уже выбирать удобство комфорт либо чуть-чуть денег следующим важным критерием является объем загрузки автоклава сейчас появилось очень много автоклавов прям каких-то совсем маленьких там под шесть банок но сделать шесть банок тушенки или 12 банки банк тушенки это по времени практически никакой разницы у вас не будет но если вам потребуется сделать допустим там 10 12 15 банк вам придется там два раза сделать здесь уже нужно исходить чисто прагматично из своих потребностей то есть прикидывать осознавать сколько чего и как делать если вы делаете просто для своей семьи для вот без каких-то бизнес-целей без цели если у вас большое крестьянское хозяйство и вам нужно в кратчайшие сроки сохранить много мяса превратить его из просто мясо в тушенке то достаточно автоклавов на 12 максимум 14 банок для семьи для дома таких автоклавов просто предостаточно если вы возьмете автоклав большего размера хуже от этого не будет единственный здесь сдерживающий фактор обычно является это финансы хотя не всегда финансы автоклав на 12 14 банок занимает меньше места важно важно он потребляет меньше электричества либо газа на чем вы будете его делать важно важно его проще хранить он более компактный тоже достаточно важные критерии и уж если мы заговорили по поводу автоклавов их размеров то обращайте внимание на загрузочное отверстие так можно сказать автоклавов большинство автоклавов представляет из себя просто прямую кастрюлю да то есть здесь все ясно четко и понятно площадь поверхности большая удобно загружать кассету либо ставить банки вынимать банки если пользуете автоклавы с узкими горлышками то например в том же белорусском автоклаве и его аналога я вот как говорю белорусский белорусский автоклав но он просто знаете как вот как прародитель как все коперы мы называем ксероксами или все подгузники называем памперсами то есть вот автоклава такого принципа очень многие просто называют белорусами хотя их делают и в россии в украине еще где-то то есть это распространенные модели там очень узкая горлышко допустим 3 литровую в банку вы не сможете туда поместить но в автоклаве 3 литровый банк используется очень редко опять же загружать неудобно то есть автоклав вот такой высоты вам там вот так вот надо будет в него постоянно лазить как те вот не знаю то есть щупать что-то внутри но это неудобно разорвало банку такое может случиться любым потому что попалась бракованная банка проглядели то есть я не говорю о нарушениях технологии просто банк разорвало вымыть вычистить все слить оттуда категорически неудобно поэтому вот я не люблю и не советую моим друзьям знакомым брать автоклавы с узким горлом это чисто из практического опыта из опыта работы с разными автоклавами просто неудобно мы готовим в автоклаве стерилизуя продукт не просто готовим его чтобы съесть а стерилизуя чтобы он хранился долгие долгие месяцы при комнатной температуре должны выдержать определенные параметры и ключевым параметром у нас здесь является это температура температура и соотносим ее со временем время мы всегда можем посмотреть на часах или на телефоне а вот температуру внутри автоклавы необходимо измерять поэтому я советую выбирать автоклавы именно в которых установлен термометр это вот прям вот обязательная вещь я считаю который должна быть в хорошем добротном автоклаве до многие используют метод давления то есть установлен манометр по которому определяется давление которое на холл сейчас созданного автоклаве и соответственно по давлению пересчитывать с помощью там волшебных табличек как у звездочетов какое давление соответствует какой температуре но опять же точным абсолютно точным это значение не может являться да есть табличные значения но есть кучу костных факторов которые еще влияют на эти показатели поэтому с моей точки зрения одного прибора измеряющего только давление недостаточно должен быть обязательно термометр то есть давление это ну смотрите вы да такое давление будет это это хорошо но термометр первостепенный и не забывайте поверять термометр которым вы пользуетесь чтобы он показывал точную температуру то есть здесь точность измерения это и ваша безопасность и целостность оборудования на котором вы работаете если мы заговорили про комфорт и удобство использования автоклавов то нужно отметить такой момент автоклав особенно автоклавы на воде предпочтительно чтобы они имели сливной кран в нижней части автоклава чтобы располагался кран с помощью которого вам будет просто повернули кран слили воду находящийся в автоклаве что там не через головину как сливать мучиться там поднимать тяжелые автоклавы а просто слили закрыли кран все хорошо все замечательно да знаю некоторые являются противниками таких кранов которые говорят что это же ослабляет конструкция автоклава то есть автоклав мощный хороший и вот в кастрюле автоклава врезали дырку это введет к ослаблению конструкции ну если производитель автоклава помощью этого просто настолько ослабляет конструкцию что это за такой безответственный и неграмотный производитель автоклава я не понимаю этого момента. То есть здесь хороший качественный сливной кран, и это очень удобно и комфортно в работе. Я знаю, что пользователи автоклавы, скорее всего, ждут этого момента. Говорят, Костя, как ты вообще об этом молчишь? С этого ведь надо было начинать. Автоклавы два таких мощных прям клана, да? Это автоклавы на воде и автоклавы на пару. И у каждого из них есть свои плюсы и минусы. И выделить что-то одно и сказать, что вот этот автоклав самый лучший, а этот автоклав вообще ерунда, как любят некоторые производители автоклавов на своих каналах, на своих страницах заявлять, что они самые святые, что их разработки и технологии самые передовые и волшебные, а все остальные вообще просто рядом с ними не стояли. Только они и никто иначе. Нет, друзья мои, идеального автоклава не существует. У каждого автоклава из тех, которые я знаю, какие-то недостатки, но есть. Поэтому выбор автоклава это всегда какой-то компромисс. Пар или вода? Преимущество пара. Мы заливаем малое количество воды, она разогревается быстрее. Да, это классное преимущество? Классное. Но при этом нам нужно увеличить время стерилизации продукта. Обратите внимание, что время стерилизации паровых автоклавов во всех выше, чем время стерилизации практически во всех водяных автоклавах. Да, то есть пар, время стерилизации выше, чем стерилизации на воде. Время нагрева и выхода на рабочую температуру у пара, да, ниже, потому что надо нагреть меньшее количество воды. Преимущество? Преимущество. Паровые автоклавы имеют более сложную конструкцию. Нужно более бдительно, более качественно следить за моментом, когда воздух будет выгнан из автоклава, когда уже останется только паровая насыщенная среда, перекрыть кран. Опять же, дополнительное действие, которое не стоит прозевать, за которыми нужно следить. И вы очень сильно привязаны в этот момент к автоклаву, его нельзя этот момент прозевать. И нужно перекрыть кран, как бы все. Дальше, соответственно, стерилизация, да, и остывание. Но при этом автоклавы водяные. Хотя сейчас очень многие автоклавы имеют режимы работы и на пару, и на воде. И вот это вот правильно. Хотя люди работают и на пару, и на воде, а производители говорят, как так? Мы сделали автоклав самый шикарный, который работает только на пару, на воде он работать не может. Да, все чудесно, ребята, автоклав на пару как бы быстрее. Но я вот на многих форумах люблю зачастую поспорить с обладателями паровых автоклавов, которые говорят, что все до одного единого автоклава, почему все, на воде, имеют очень длительный цикл. У моего автоклава на воде, постоянные зрители знают, какая марка, не суть важна. Цикл занимает в среднем около 3 часов. Значит, соответственно, 5 минут на загрузку автоклава, полтора часа приблизительно на нагрев до рабочей температуры, до температуры стерилизации. 40 минут стерилизации, это стерилизация мяса, максимальное время, это получается 2 часа 15 минут, потом 15-20 минут на слив. У меня слив воды включается автоматически. То есть по окончанию цикла стерилизации идет слив воды. 15-20 минут. И дальше остывание до 95 градусов. Это в среднем занимает около 3 часов. Там от 2,50, в зависимости от загрузки температуры до 3,10. 3 часа многие автоклавы на пару делают это быстрее. Поэтому это тоже очень спорное утверждение. В автоклавах на пару есть большая проблема в работе с реторт-пакетами. В автоклавах на воде этой проблемы не существует, она достаточно легко решается. То есть не она легко решается, а достаточно легко и непринужденно в автоклавах на воде можно делать, соответственно, реторт-пакеты. Кто бы что ни говорил, но эта упаковка в последнее время набирает, очень активно набирает популярность. Это удобство, это удобство. Поэтому в идеале автоклав работающий на пару и на воде это классно. Выбирая из того, что пар или вода, здесь уже вопрос, знаете, более философский и никогда никто не даст однозначного ответа. Я свой выбор сделал за воду. По какой причине? Это было еще даже до тех пор, как я начал работать с реторт-пакетами, хотя мысли эти у меня были еще 4 года назад. На воде я могу работать на более низких температурах. Я могу работать на температуре 80 градусов, делать пастеризацию определенных продуктов. А в автоклавах на пару как это сделать? Я могу использовать свой автоклав как, ну, практически такой упрощенный вариант су-вида, варить в нем какие-то вещи, прогревать какие-то вещи. Я могу использовать его как варочный, соответственно, котел для определенных напитков и определенных продуктов. Здесь больше вариативность, больше возможностей. Вот с моей точки зрения у автоклавов на воде. Но опять же, это как у фотографов битва Кеннона и Никона, так и здесь. Она будет, я думаю, вечной. Единственного правильного ответа нет. Автоматика, автоматизация автоклава. Многие считают, да зачем, как бы, вот автоматика, это лишнее. Да, может быть, это и лишнее для кого-то. Если вы делаете одну-две закладки в автоклаве в месяц, ну, может быть, там, в сезон два раза в неделю, а потом автоклав у вас полгода стоит. Если же вы работаете регулярно с автоклавом, делайте много консервов, сохраняйте много продуктов, делайте консервацию и мясную, и рыбную, и различные заготовки. Здесь автоматика высвобождает просто огромнейшее количество времени вашего. Да, когда у вас есть хронометраж и без автоматики, вы знаете, что приблизительно через столько-то времени нужно подойти там, подрегулировать температуру на газу. Ну, соответственно, мы понимаем, что все автоклавы будут с ТЭНом, те, которые с автоматикой. Иначе смысл в них, в автоматике пропадает. У меня как выглядит цикл производства в автоклаве? Постоянные зрители знают. Я загрузил продукцию в автоклав, нажал кнопку старт и ушел заниматься своим делами. Все. Дальнейшее мое присутствие при приготовлении не нужно. Да, я там могу периодически заглядывать, смотреть, все ли нормально, все ли идет в штатном режиме. Но это будет там через 20 минут, 40, 50, неважно. Если вы делаете на, особенно газовой плите, источники повышенной опасности, даже и на электрических плитах, все равно вам постоянно нужно следить за нагревом. Вам нужно отрегулировать так, чтобы у вас не скакала температура, а на многих автоклавах давление, которое показывает с помощью пересчета, какая же температура в этот момент в автоклаве. Вы привязаны к автоклаву. Я от него отвязан. Здесь мы переходим к следующему, пожалуй, самому важному моменту. Это стоимость. Стоимость и бюджет. Да, автоклавы с автоматикой, автоклавы большого размера, конечно же, стоят дороже. Но здесь все логично и понятно. Автоматика стоит денег, удобство стоит денег. И сколько денег вы можете заработать на этом сэкономленном времени? Итак, давайте, наверное, подведем итоги. На что обращать внимание при выборе автоклавы? И да, вот в номинации стоимость победителем безоговорочным будет являться белорус. Да, белорусский автоклав, сделанный из газового баллона. Стоят они, не знаю, как сейчас, но в районе 5, там 5,5 тысяч стоит такой автоклав. То есть это самый дешевый, самый доступный автоклав. И многие, очень многие автоклавщики начинали именно с такого автоклава. Был и в моей жизни такой момент общения работы с белорусскими автоклавами. Да, можно в них делать тушенку. Будет ли это удобно, просто, комфортно, быстро? Вот на эти вопросы мои ответы нет. Именно поэтому я 4 года назад отказался от такого автоклава и перешел к автоклавам с автоматикой. Ну и даже если бы это была не автоматика, я бы перешел к автоклавам другого типа однозначно. То есть тот вариант меня, нет, не устраивал. Не устраивал. Не весом своим, не удобством работы. Да, цена классная. Если вам делать 1-2 раза в год тушенку, в принципе, это может являться хорошим, нормальным вариантом. Либо вы хотите попробовать и очень-очень в себе не уверены. Да, можно попробовать с таким автоклавом поиграться. А потом вы скажете, эх, не послушал я Костю, пожалел в несколько тысяч рублей. А куда теперь одевать этот баллон? Пойду на Авито его выставлять. Просто я на своем примере и примере кучи своих знакомых эту ситуацию проходил. Важный критерий. Металл, из которого выполнен автоклав. Минимальная толщина 1,5 мм и нержавейка. Оптимально 2 мм. Кассетный-бескассетный я отдаю предпочтение кассетным автоклавам. Потому что это чуть проще, чуть удобнее в работе. Но, опять же, это не самый важный критический момент. Я просто советую использовать твист-офт-крышку и закрыть этот вопрос. Все. Крышка удобнее. Да, она чуть дороже. Но много лишних вопросов снимает. Тот момент, с которого надо начинать выбор автоклава, это источник питания. Чем вы будете нагревать свой автоклав и в каком месте он у вас будет стоять. Потому что зачастую, вот из общения с людьми, когда пытался помочь выбрать автоклавы, многие модели просто отваливались, потому что они либо не умещались на плите, либо, наоборот, нужно было, чтобы он подходил и на плиту дома, и на плиту в деревне. Часть людей выбрали в итоге потом просто электрические автоклавы, и эти вопросы закрыли. Но здесь, как бы, вы смотрите, да, то есть электрические автоклавы стоят дороже, чем те автоклавы, которые используются на плите, а электрические автоклавы с автоматикой стоят столько же, сколько стоит электрический автоклав без автоматики, и, соответственно, еще немножко денег. Если выбираете, если вы самогонщик, и если у вас есть хорошая качественная индукционная плитка, то это будет прекрасным вариантом нагрева автоклава, поддержания нужной температуры, и сможет решить много проблем вот этих вот регулировки, выход на нужную температуру, нужное давление. После того, как вы выбрали, соответственно, понятно, что все с металлом, понятно, с вопросами по безопасности, они у всех должны быть учтены термометрами, с клапанами аварийными. Литраж. Где мы будем нагревать? Смотрите максимально возможный размер, после чего выбираете литраж автоклава. Рынок, рынок автоклавов большой. После этого вы можете посмотреть, и под эти критерии, как ни парадоксально обычно, когда вы выставляете все критерии, у вас выбор из двух десятков автоклавов сужается до минимума. После этого нужно посмотреть просто на самого производителя в его честные глаза, и на цену автоклава, и сделать окончательный выбор. Что для вас важнее? Бюджет, удобство, сроки. Нужна ли вам высокая производительность? Не нужна ли вам высокая производительность? Что, какие из критериев для вас важнее всего? Какие ключевые три фактора? Быстро, дешево и качественно. К сожалению, все три выбрать невозможно. Так и с автоклавами. Самый лучший вариант, с моей точки зрения, это прямая кастрюля из качественной нержавейки с электрическим теном и с автоматикой. Это вот лучший-лучший вариант. Но у него есть один существенный недостаток. Цена. Цена. Многих этот фактор останавливает в покупке, но большинство тех, кто купили эти автоклавы, я вот даже не буду называть марку, модель, мои подписчики знают. Напишите, есть ли те, кто недоволен тем, что он купил автоклав с автоматикой, хорошего объема, комфортного для себя. Не важно, там на 12 банк, на 24 банки. Вот я просто не встречал людей, кто был бы недоволен и сказал, что я выкинул деньги. Напишите, мне очень интересно. Но остальным я хочу сказать спасибо, что вы досмотрели ролик до конца и надеюсь, что хоть кому-то я смог помочь этим роликом сделать более правильный и более осмысленный выбор автоклава. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Скоро увидимся.